Я от сегодняшнего выступления отдельных членов ВКНКОМ, я просто не могу понять их. Люди должны иметь какую-то мало-мало какую-то принципиальную совесть. Ну, депутат областного рода Давиденко. Вин открыто говорит, пока я директор на водоканале, я там не знаю, я не умею, залетный и так далее. Так и вы директор на водоканале были. Да, пока да. Я уже с первого числа, он не голосовать не будет. Я с первого числа, с первого числа уже не директор водоканала, я никто, никто. У вас просто душа была за это предприятие, вы болеваете за это? Ну, давайте так, коллектив, полтора, ну, годы-два месяца мы провели вместе. Вложены какие-то усилия, труд, какие-то отношения, какие-то все. Я хочу сказать, звернуться до Алексея Григорьевича, шановный, я понимаю, что вы идете на выборы мського головы, что вам за счет популяризма надо поднимать свой рейтинг. Но сейчас поставили директором Далматова, скажите мне, я хочу спросить у всех, если не Далматов, если не Далматов, тогда кто? Это человек, который 25 лет выдал водоканал, который знает каждую трубу, каждый чопик в этом забитый в эту трубу. Он понимает, он технает. От мозгов до костей, как говорится, понимаете? Тут уже никакого популяризма нема. Это раз. Другая позиция такая. То есть вы наполягаете, что это решение, которое сегодня принимается, чисто технично, без которого неможливая подача води, далее нормальная в мире? Значит, ну, давайте будем говорить так. У нас на сегодняшний день 27 скважин на балансе. Из них 7 не делать уже, забились они. Их надо по-новому чистить, по-новому перераблять. Мы просим, на этот период, пока мы будем это делать, у нас есть программа поточных капитальных ремонтов, есть она, затверджена нами. Мы это делаем. В прошлом году, я специально взял записку, в прошлом году мы очистили 6 свердловин, мы делаем это, это не то, что именно сегодня. Мы делаем 6 свердловин, очистили. Поставили 10 насосов, поменяли новое за 2019 год. Мы держали подачу воды, благодаря этим держали. Сейчас мы тоже это будем делать, понимаете? Ну, давайте правде в глаза говорить. Климатические погодные условия, почти на метр упала вода везде. У нас не хватает воды в резервуарах, чтобы подавать выше. Мы стараемся благодаря этим приостановкам набрать воды, чтобы люди на девятажках могли воду. Мы не можем сегодня взять, какого директора не став туда, какого директора не став туда, воды не будет, понимаете? Давайте посмотрим правде в глаза. 300 кубов в среднем бере за гребля, микрорайон. Сейчас она бере 600 кубов, в два раза больше. И так же там гора, и так же кут. Мы просто выходим из положения, борются за народ. Так какая борьба за народ, за абоненты? Если мы этого не сделаем, все девятажки будут без воды. Скажите мне, то это что, за народ борьба? Это нет, это вредительство народу и абонента, понимаете? Мы держим, набираем насосы, вернее, баки, и подаем воду. Стараемся, понимаете? Для этого нам уже перерыв, чтобы надо с водой. То есть график воды сделан для того, чтобы все местные были в рівных условиях? Да, в рівных условиях. Это раз. Во-вторых, мы же не отключаем воду. Мы в трубах будем держать постоянное давление. На малих насосах, людей на первых, других этажах, будет вода постоянно, грубо говоря. Уже в период, когда набираются, будем подавать дальше. Это необходимо. Это необходимо. Но завтра становится полностью дальше. Это необходимо, понимаете? Я хочу сказать следующее еще. Про тариф. Ну, тариф у нас не 44 на воду, у нас 21,9 на воду тариф. Это 44 вместе с канализацией. Канализация-то работает. Давайте будем говорить, как может тариф влиять на подачу воды, чи не подачу воды. Значит, тариф, счетчик работает, вода подается. И за это платится. Счетчик, вода не подается, люди не платят. Водоканал идет умисно на какие-то свои втрати, ведь мы теряем гроши, если мы пристанавливаем подачу воды. Мы теряем гроши, водоканал теряет гроши, но мы идем на то, чтобы обеспечить полностью всю эту подачу. И это, понимаете, міський голова, мы его убедили. Думаете, міського головы не болит там душа за город, или там других людей. Всех болит. Но это самый оптимальный вариант. Была комиссия техногенна. Мы смотрели. Спекулировать этим нельзя. Спекулировать нельзя. Вода, давайте еще. У меня сердце обливается, когда водой моют машины, моют плитку возле домов и поливят. 9 или 8 городов уже запрятали вообще полив. Хочете поливать? Скважину бить или бить окриницю. Не трогайте пить воду. Это золотый запас страны, города и этого региона. Давайте будем говорить так. У нас 24 тысячи абонентов. Из них 9 тысяч в частном секторе. На лето, представляете, сколько поднимается вода? 5 скважин, которых за счет областного бюджета сделано, они не сданы в эксплуатации, не приняты. Мы не можем их коррестоваться. Не можем. Криминальная справа, скважины арестованы, мы не можем коррестоваться. Мы делаем технические промывы и так далее, чтобы они не засорялись. Но это просто не подача воды. Единственное правильное решение, это мы не отключаем воду, мы просто ограничиваем воду. Мы просто ограничиваем воду. Вода будет в трубах, но будет набираться резервуар за этот период, когда не будет такой подачи. Мы же тоже понимаем, отключить совсем воду, это паривы. Сейчас только даем подачу, гидроудар, и у нас и так по 3-4 парива в день.